Приветствую вас на канале Инфобом. Здесь рассказывают интересное обо всем. Приятного вам просмотра. В Лос-Анджелесе ушел из жизни популярный шансонье Борис Давидян, выступавший под псевдонимом Бока. Он в частности известен по песне Доли Воровская, а также ставшему мемом дуэту Бока и Жока. На 72-м году жизни скончался певец Борис Давидян, более известный как Бока, участник дуэта мема Бока и Жока. Об уходе артиста сообщил спутник Армения со ссылкой на соцсети. Отмечается, что Давидян умер в Лос-Анджелесе. Смерть известного шансонье, в частности, подтвердил в Facebook журналист Ваги Казарян. «Покойся с миром, Борис Давидян, Бока, очень жаль», — написал он. По словам Казаряна, о случившемся он узнал от друзей, проживающих в США, журналист также отметил, что у Боки были проблемы с легкими и он скончался после продолжительной болезни. О смерти музыканта высказался и певец Ара Мартиросян, проживающий в Лос-Анджелесе. «Скончался дядя Бока. Светлая память», — заявил он в Instagram. Борис Давидян родился 28 апреля 1949 году в Баку в армянской семье. Увлечение музыкой у него проявилось еще в детстве, и уже в 1972-м вышел его первый альбом. Согласно воспоминаниям самого Боки, это произошло во многом случайно, спустя несколько дней после выступления на небольшом частном банкете запись с импровизированного концерта начала активно распространяться среди людей. Если бы не тот банкет, наверное, ситуация просто повторилась бы. «Были и другие банкеты и были люди заинтересованные в том, чтобы та запись разносилась из разных уголков», — говорил исполнитель. Артист, который в советские годы был популярен среди поклонников шансона, наиболее известен по таким композициям, как «Доли воровская», «Джана», «Душа моя, где ты», «Юность моя, молодость», «Поздний осенний порой», «Али баба», «Беженцы», «В глазах туман», «Вино в бокале» и другим. Давидян и его родной внук, Георгий Мкартычан, Жока, также добились популярности среди молодого поколения благодаря интернет-мему Бока и Жока. Он появился из-за неординарной афиши, приглашавшей слушателей на совместный концерт артистов-родственников в Краснодаре. Сами музыканты на ней были представлены как легендарный Бока и его внук, популярный певец Жока. В одном из интервью Давидян, в последние годы проживавший в США, подчеркивал, что родина бывшей не может быть. Кроме того, он отмечал, что не чувствует ностальгию, так как часто приезжает в Россию. «На мой взгляд, новой родины не бывает. Я часто слышу это от людей, которые, рассказывая про СССР, употребляют фразу на нашей бывшей родине. Я против такого подхода, поскольку считаю, что родина бывшей не может быть, потому что родина, это то место, где человек родился, вырос, цитирует Баку его неофициальный сайт. Я, например, родился в городе Баку Советского Союза, и это моя родина, Армения, мое отечество. На новой земле, где я живу, поначалу было трудно, но сейчас мне очень хорошо и легко. У меня там много друзей и товарищей, меня духовно поддерживает то, что я часто приезжаю в Россию, и я не очень-то чувствую ностальгию. Так что все хорошо. Как рассказывал Давидян, молодые слушатели чаще всего просили его исполнить долю воровскую, однако перед тем, как спеть композицию, он всегда объяснял ее смысл. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok